В Кремле 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 Ушгород. Его жена Людмила Сергеевна воспитатель детского сада. У них десять детей. Мне кажется, что такое количество детей влияет положительно на воспитание детей в семье, потому что они действительно воспитывают сами себя. Не нужно этим заниматься специально, учить их доброму, хорошему. Они все это чувствуют сами. Когда ребенок один в семье, он привык, чтобы все было только для него. И точно так же в походе или на рыбалку идут, когда мои ребята очень заметны, что они из многодетной семьи. Взаимовыручка у них, помощь всегда окажут. Очень интересно наблюдать за старшими и малышами, как они помогают друг другу. Вроде бы маленький, ему и свой-то рюкзачок не донести, так нет. Он все равно поможет старшему что-то там поддержать или еще что-то. В общем, вот это очень здорово, интересно мне. 300 многодетных семей объединяет Ленинградский клуб «Материнская слава». Труднее всего воспитывать своих детей. Поэтому кажется, чем их меньше, тем меньше риска воспитать плохого человека. Но жизнь доказывает, что это не так. И в этом клубе и дети, и взрослые, делятся опытом, как дарить радость друг другу. Чили бурлит. Широкие народные массы требуют демократических преобразований. Военно-фашистский режим Пиночета переживает глубочайший кризис. Для разгона первомайской демонстрации полиция применила пластиковые пули, водометы, слезоточивый газ. Более ста человек арестовано. Еще около ста демонстрантов получили травмы и ранения. Палач Чили был вынужден лицемерно заявить, что он стремится к демократизации, но его планам мешают группы, куда проникло влияние советского коммунизма. Если верить Пиночету, в числе агентов Москвы оказались и эти профсоюзные деятели, требующие освобождения председателя профсоюза нефтяников. И эти торговцы из Сантьяго, скандирующие у дверей своих закрытых магазинов, объединенный народ не будет побежден. И даже журналисты буржуазных газет, которые устроили демонстрацию под лозунгом «Пресса требует покончить с цензурой». В этих условиях мы решили усилить борьбу за восстановление демократии, заявил национальный координатор блока социалистов Рикардо Нуньес на митинге памяти Сальвадора Альенде. Народ единодушен. Долой Пиночета! Нет сомнения, в Чире восторжествуют идеи народного президента Альенде.